Открытая студия телеканала Первый Ярославский продолжает работать на Ярославском городостроительном форуме. Сейчас у меня в гостях Владимир Бакеев, вице-президент Союза архитекторов России. Владимир Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, секция, в которой вы принимаете участие. Если я верно понимаю, впервые Союз архитекторов России собирается в Ярославле. И расскажите, это секция, про которую я сейчас говорю. Какие ключевые темы будете обсуждать? Это не совсем секция. Это называется окружной совет Центрального федерального округа Союза архитекторов России, который объединяет в своем составе, как известно, 17 регионов. И здесь будут присутствовать сейчас на заседании представители Союза архитекторов из 17 областей. Какие вопросы? Ну, вопрос самый насущный. Те, которые вот сегодня у всех на слугу. Это прежде всего организация комфортных пространств, строительство жилья в том виде, в котором оно необходимо сегодня стране. И в связи с этим на первый план выходит вопрос так называемой идентичности. То есть, вот сегодня делается очень много модных, благоустроенных территорий. И очень важно, чтобы они не были одинаковыми, чтобы они не нивелировали, вот понимаете, вот такие замечательные исторические города, как Ярославль, как там, я не знаю, Кострома, как другие города центрального нашего федерального округа, чтобы они не стали в одночасье одинаковыми. Как же сохранить ту самую идентичность городов? Как сохранить эту идентичность, мы как раз сейчас будем слушать наших уважаемых экспертов, потому что приемов достаточно много, начиная от того, чтобы внедрять в современную архитектуру элементы исторического, до противопоставления той истории на контрасте, делаясь какое-то благоустройство, какое-то озеленение тому, что, так сказать, является основой города. Дальше очень интересная тема, которую мы хотим затронуть, и она сегодня животрепещущая, это взаимоотношения архитекторов и власти. Вот у нас, например, на федеральном уровне давно создан и работает Совет главных архитекторов России. То есть все главные архитекторы областей съезжаются два раза в год и совместно с Союзом архитекторов обсуждают проблемы. То же самое мы хотим сегодня создать на муниципальном уровне. То есть, вот, допустим, во Владимирской области это сегодня создано. Мы хотим сегодня это примерить в Ярославле с тем, чтобы вот самые сильные архитектурные, квалифицированные люди, значит, взаимодействовали с вашими муниципальными архитекторами. Чтобы они обменивались мнениями, чтобы они обогащали профессионально взаимную деятельность друг к другу. А как же тогда быть, если власть хочет одно, а архитектор предлагает другое? Вот это совершенно здорово и совершенно правильно. Это в диалектике называется единство и борьба противоположностей, если вы помните. И здесь важно договариваться. Для того, чтобы договариваться, надо встречаться. И вот создание таких советов как раз на системной основе позволит это делать. Ну и подводя к финалу нашу беседу, расскажите, как вы видите эволюцию городов? Какие они города будущего? Какие города будущего? Конечно, нам, архитекторам, кажется, что то, что сегодня происходит у нас с развитием городов, это не совсем российский путь. Вы видите, да, во многих городах идет нарастание плотности, высотности, съезжаются в крупные города большое количество населения, особенно прям пылесосами называются сегодня наши две столицы, которые опустошают территории России. Это не совсем правильное явление, поэтому мы видим развитие вот в такой общепринятом европейском, да и в Америке 70% населения живут в частных домах. То есть мы видим развитие городов с нормальной плотностью, с нормальной этажностью. И очень повезло в этом отношении таким городам, как Ярославль. По крайней мере, центральная часть, она находится в режиме охраны памятников, тем более мы знаем, что Ярославль находится под охраной ЮНЕСКО. И это, безусловно, помогает не испортить эти территории, которые уже стоят на охране. Задача сделать так, чтобы на охране уже, на архитектурной охране, пусть даже там нет памятников архитектуры, стали все города. И чтобы они были комфортными, невысокими, не очень плотными. Уютными. Уютными, обеспеченными прежде всего территориями прекрасно благоустроенной общего пользования. Ну и, соответственно, социальной инфраструктурой, детскими садами, больницами и так далее. Владимир Павлович, я вас в первую очередь благодарю за столь приятный комплимент нашему любимому городу Ярославля. Спасибо большое, что нашли время и зашли к нам в студию. Спасибо вам. Спасибо большое. Я напомню, Владимир Бакеев, вице-президент Союза архитекторов России, был гостем открытой студии телеканала «Первый Ярославский» на градостроительном форуме. Спасибо.